...наш военный бюджет. Вот, я не знаю, ну НАТО у границ. Но успокойте меня, Евгения, людей, которые нас сейчас смотрят, что это не страшно, и поэтому этим нам не надо заниматься. Вот как нам вообще с американцами, например, общаться? Понимаете, мне сложно, но я попробую их успокоить, потому что программы федерального телевидения, в том числе ваша, иногда говорят о том, что это очень страшно. И, в общем, всё, на нас сейчас мы в кругу врагов, которые только и ждут, чтобы нас атаковать. Но на самом деле, по сути дела, мы имеем вот эту бесконечную гонку вооружений. И мы, по сути дела, уже практически находимся за железным занавесом, потому что там, в Европе, в Америке, уже нам не выдают визы, нас не хотят там видеть и так далее. Потому что мы становимся страной агрессора. Нам не надо бояться НАТО, хотя бы потому, что я считаю, что надо вернуться к изначальной цели. Если вы помните, в своё время и Владимир Путин считал, что это правильный ход, если мы говорим о первом сроке его прихода к власти, это, наоборот, войти в НАТО, стать частью этой большой международной системы, войти в ЕС, войти во все эти международные организации, получить дорожную карту, как это сделать. Почему нам не стать частью этих глобальных процессов? Почему мы должны от них блокироваться, становиться частью вот этой вот цепи, которая будет обороняться? Мне это и нашему поколению это не нужно. Люди хотят получать образование по всему миру, люди хотят путешествовать, люди хотят жить в мире без границ. Почему вы создаете образ государства, которое должно сидеть в окопе, отстреливаясь от всех и находясь в кругу врагов? Это просто же неправда, это же абсурд. Ну, все хотят всего хорошего, непонятно только, почему вам верить нужно. Но смотрите, смотрите, ну подождите, подождите. Ну а какие у вас аргументы, что НАТО страшное, хочет вот буквально завтра нас атаковать? Миллион, вам не хватит, не хватит программ для того, чтобы... Расскажите хоть один мне. Хотя бы... В городе Айчаков, например, база НАТО появляется. Это уже совсем соседняя к нам двоина. Как-то на нас пыталась напасть в какой-то момент. А вы хотите, чтобы попыталась? Да почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами являемся на сегодняшний момент агрессорами в мире. Мы захватываем чужие территории в нарушении международных договоров. Мы ведем войны так или иначе на других территориях. Ой, это вот очень интересно. Куда Крым девать, если Ксения Собчак станет президентом? Что значит девать? Вы понимаете, Ольга, что вы говорите о реальных в том-то и дело? Это 2 миллиона людей. Это живые люди. Их нельзя куда-то деть, понимаете? Они проголосовали за то, чтобы стать частью России. Это было фальшивое голосование, потому что реальное голосование не может быть с одним вопросом. Вы знаете, пьете ли вы коньяк по утрам? Это не вопрос для референдума. В Крыму должен быть проведен реальный международный референдум с наблюдателями. И крымчанам, они должны решать, а не мы с вами, должен быть задан вопрос на референдуме. Не один, а три вопроса. Там должен быть вопрос, хотите ли вы стать частью России, хотите ли вы стать частью Украины, или, и вот тут, я думаю, нас ждут с вами большие сюрпризы, или вы хотите уже стать независимыми. Ну это только вы так думаете. И вы знаете, учитывая, нет, не я так думаю, татары, которых там сейчас, крымские татары, которых сейчас там притесняют, думают так тоже. И думают огромное количество людей, которые, может быть, хотят видеть Крым независимым, но в любом случае это не нам с вами решать. Но не вместе с зелеными человечками должны проводиться референдумы, на которых вот так вот, абсолютно без агитации за любую другую позицию, поставлен один вопрос и, конечно же, получен один ответ. Конкретный вопрос вам можно один задать? Польша сейчас принято закон о сносе советских памятников. А памятников войнам, которые победили, в том числе освобождая Польшу в Великой Отечественной войне. Вот вы на это тоже предлагаете не реагировать? И если реагировать, то как? Послушайте, ну вот правда, мне кажется, что последнее, на что мы сейчас должны реагировать, это то, что делает Польша в своей суверенной стране. Ну, Ксения, у президента много дел. Вы правда считаете, что у нас нет? Надо все это как-то контролировать. Давайте реагировать на то, что у нас в стране происходит. Давайте реагировать действительно на то, что у нас лежит труп убийцы на главной площади. Давайте реагировать на то, что у нас хотят вернуть имя Сталина городу, человеку, который подписывал расстрельные списки. Память о расстрелах, о репрессированных, Ольга. Вот о этом память, понимаете? Я отношусь к этому так, и я считаю, что у нас такое количество нерешенных узлов, проблем внутри нашей страны. То есть не реагировать. Думать о том, что там сделала Польша, это их страна, это их решение. То есть у вас нет осознания и чувства того, что без этих людей, могилы которых сейчас уничтожают, нас бы с вами не было. Я считаю, что самое аморальное, что может только быть, всегда в нашей стране прячется под словом геополитика. Вот знаете, дорогие наши сограждане, ваши телезрители, как только вы слышите слово геополитические интересы, это сразу значит кровь, трагедия и манипуляция. Потому что нет ничего важнее человеческих интересов граждан нашей страны. И бесконечно объяснять беднеющему населению, которому каждый раз получают меньше денег, меньше могут купить, индексируются пенсии на какие-то вообще смешные деньги. Вот этим людям каждый раз объяснять про геополитику не получится. И я надеюсь, рано или поздно с моей помощью или без нее эти люди со временем поймут, что вот вся эта созданная агрессия вокруг нашей страны, вокруг того, что мы должны стать частью вот этой вот стоять с автоматами на границе и ждать, когда же мировые агрессоры в главе США на нас нападут. Это все делается только для того, чтобы вас обмануть, дорогие друзья, только чтобы объяснить, почему вы так мало получаете денег, почему такие мизерные у вас пенсии, почему такой мизерный мрот. Вот поэтому это все делается. Вот поэтому это все делается. Я абсолютно в этом уверена. Поэтому, на мой взгляд, это так, геополитика и вот то, что, а как же в Польше, а как же в США, давайте жить на нашу страну. Просто мы исходим из того, что вы вынесете тело Ленина, когда вы станете президентом. Это не самое главное, что я сделала. Тем не менее, упомянули. Я, безусловно, это и сделаю, но я считаю, что гораздо важнее создать власть демократическую стране, которая будет меняться. Зачем мы говорим одновременно, непонятно, лучше по очереди, так просто лучше слышно. Ну, это я к тому, что все равно нужно будет каким-то образом поддерживать отношения с другими государствами. Очень много шутили про то, что Ксения Анатольевна станет президентом, и вот ее первая встреча с Трампом. Вот вы, если бы позвонили ему, ну, предположим, вот что бы вы ему сказали? Ну, так, просто, ну, чтобы каким-то образом сбавить этот какой-то невероятный градус. Уровень агрессии, например. Послушайте, я хочу еще раз сказать, чтобы не вводить никого в заблуждение. Я понимаю, что шансов у меня на этих выборах очень мало, но я по-прежнему считаю, что если ты во что-то веришь, ты должен стараться идти к этой своей мечте. И я верю в то, что если люди поймут, что у них есть возможность что-то начать менять в нашей стране, то эти изменения начнутся. Невозможно будет не услышать миллионы людей, если эти миллионы поверят в то, что их голос что-то значит, что от их голоса что-то зависит. Поэтому мы можем бесконечно шутить насчет того, что я скажу Трампу, что я скажу Кадырову, и все будут так мило улыбаться, зная, что, конечно, она никогда не скажет, потому что ничего не получится. А я верю, что получится. Я верю, что эти миллионы людей придут и проголосуют. И для меня сейчас самое главное – показать, что мы все против этой системы. Мы против существующей системы. А какой она будет? Какой будет этот разговор с Трампом? Мы будем решать все вместе демократическим. Обязательно. Хорошо. Мы сейчас уже нарушим закон о рекламе, нам нужно прерваться. В итоге исходите ли вы из того, что вы выиграете выборы или нет? Не очень понятно. Но мы же понимаем, что на как бы выборах у нас всегда выигрывает только один кандидат. Его зовут Владимир Путин. Но это не значит, что не нужно с этим бороться. Это значит, что нужно бороться и нужно показывать, что мы с этим не согласны. Хорошо. После рекламы мы пригласим в студию экспертов и обсудим все-таки те проблемы, о которых мы упомянули в самом начале, геополитические, если позволите. Проблемы свадьбы в Австралии? Нет, это не проблема. Это проблема Австралии. Австралия уж точно. Трогательный. Ну почему сме... Просто очень трогательный момент. Ну почему не показать телезрителям? Интересно же, Ксения, ну что вы? Это 60 минут. Работаем в прямом эфире. Увидимся.